Для хоккеистов Рубина наступает час икс. Сибиряки готовятся к последней домашней серии в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В соперниках команды Андрея Кирдишова значатся два казахстанских клуба. Сыра Арка из Караганды и Касынг Торпеда из Усть-Каменогорска. А в минувшие выходные тюменцы были сильнее Новокузнецкого Металлурга 6-3. Подопечные Андрея Кирдишова продолжили победную серию в чемпионате высшей хоккейной лиги, которая теперь составляет 5 встреч. Что в свете борьбы за выход в плей-офф – неплохой показатель. В стартовом периоде проявило себя четвертое звено атаки, соорудившее гол на 15-й минуте. Первым на добивание подоспел Егор Иванов. Однако следующий отрезок начался для Рубина с неприятности. Хозяева восстановили паритет. Впрочем, нападающий Антон Угольников не позволил Сталеварам расправить крылья. Его бросок в касание вернул гостям преимущество в одну шайбу. Отличиться ему помогли партнеры по третьей пятерке. Защитник Виталий Зотов и центр-форвард Константин Белов. На 41-й минуте сольный проход к воротам кузни совершил Александр Тимирев. И от конька защитника хозяев Марка Скутера шайба отскочила в сетку. На 49-й минуте новокузнецкая команда на 5 минут осталась в меньшинстве. И гости сполна наказали соперников за грубое нарушение правил. Сначала лидерство упрочил Артем Михеев, а затем удачно поставил на пяточке клюшку Константин Фомичев. Сейчас боимся же за попадание в плеер, поэтому нам в три очка нужно будет под воздух. Ребята сделали все для того, чтобы победить. Мы понимали, что соперник играет четвертую игру, поэтому мы играли активно. Я смотрел игры с Курганом, для этого игры хорошо играли кузнец в большинстве. Мы сделали выводы и начали принимать уже в зоне атаки играть с ними активно. Поэтому старались там разрушать. Команда сказала, что 5 на 5 мы не проиграем, но вчетвером надо играть активно. Поэтому так, соперник подуставший. Просто соперник пошел в давление, предупреждали. К этому не были готовы одно звено. Одно звено играла нормально, вторая бригада, как говорится, у нас. Не были готовы к этому. Казалось, что победа у Рубина в кармане, однако концовка встречи получилась напряженной. В большинстве отставания хозяев сократил Евгений Григоренко. За полторы минуты до сирены он же ассистировал Константину Пархоменко. Последние пять минут расслабились, потеря концентрации. Пропустили две шайбы. Еще могли пропустить. Но запас был большой. Тренерский штаб «Металлурга» заменил голкипера Ивана Косутина на полевого игрока. В итоге Кравченко установил окончательный результат матча, направив шайбу в пустые ворота. 6-3.